Глубоковажаемый Владимир Фёдорович, Руслан Маликович, глубоковажаемые коллеги, сегодня мы поговорим о золотом стандарте 2020 системной терапии рака молочной железы на сайте в очень удобной форме, вы всегда можете ознакомиться, где подробно изложены все разделы, касающиеся тех или иных аспектов лекарственного лечения. Ну, позвольте прежде всего проговорить, возможно, начнем с люминального рака молочной железы, и если мы говорим о основной цели лечения больных рака молочной железы, то, конечно же, наши пациенты должны жить долго и должны жить качественно, и, пожалуй, наверное, вот на этой схеме, если мы говорим о метастатическом раке молочной железы, то в зависимости от биологического подтипа рака молочной железы наши рекомендации в настоящий момент разделили следующим образом. Если касательно HER2-позитивного рака молочной железы, то основная парадигма звучит следующим образом. Необходимо постоянно выключать мишень HER2, меняя комбинаторный партнер или эффективную опцию анти-HER2-терапии. Наиболее актуальной опцией в лечении HER2-позитивного рака молочной железы является в первой линии комбинации пертузумаба, тростозумаба, доцитоксилы. Если вы обратите внимание на золотой стандарт, то везде указан уровень доказательности на основании тех рандомизированных исследований, которые легли в регистрацию того или иного показания. Второй линией эффективной анти-HER2-терапии является тростозумабом танзин. Интересно изменились наши лечения в отношении трижды негативного рака молочной железы. Если образно сравнить, то то распутье, на котором стоит онколог перед выбором лечения трижды негативного метастатического рака молочной железы, то у нас сейчас появились достаточно хорошие инструменты. Прежде всего, в первой линии мы должны определить ПДЛ-экспрессию. При наличии ПДЛ-экспрессии наиболее значимой опцией в настоящее время является комбинация от изолизумаба с напоклитоксилом. Одновременно мы также должны определять наличие берсей-мутации, потому что во второй линии, если это даже трижды негативный или люминальный рак молочной железы, у нас появились две опции. Это аллопарип и таллозапарип. И здесь эти препараты назначаются в монорежиме и позволяют достаточно эффективно контролировать течение берсей-ассоциированного рака молочной железы. Если же нет ни берсей-мутации, ни ПДЛ-экспрессии, то наиболее значимой опцией является монохимиотерапия, как ни странно, именно монохимиотерапия, потому что трижды негативный рак молочной железы характеризуется высоким ответом к проводимой химиотерапии, и нам надо иметь опции для дальнейшего контроля процесса. И если уже непосредственно мы говорим о гормонопозитивном раке молочной железы, то назначение в первой линии гормонотерапии в комбинации с ингибиторами циклинзависимых киназ, будут выигрывать как пациенты группы благоприятного прогноза, только с метастазами в костную ткань или же с метастазами в мягкие ткани, лимфоузлы, также к пациентам агрессивным. Мы об этом поговорим и особенно обратим внимание на критерии резистентности и висцерального криза, которые озвучены в рамках золотого стандарта. И сейчас есть возможности второй линии, и они также оговариваются и в рамках золотого стандарта. При наличии мутации ПИК-3СЕ, это мутации резистентности, рассматривается комбинация фулвистранта с алпелесибом. Алпелесиб зарегистрирован на территории Российской Федерации не так давно. Итак, обращаю ваше внимание, что если пациенты имеют висцеральный криз с метастатическим раком молочной железы, здесь опция, конечно же, химиотерапии. И на том или ином этапе любой пациент с метастатическим раком молочной железы должен получить химиотерапию. Если же висцерального криза нет, а под висцеральным кризом мы понимаем тяжелую дисфункцию органов, которая характеризуется выраженными клиническими симптомами, лабораторными изменениями и быстрым прогрессированием заболевания. Висцеральный криз является клиническим показанием для назначения более быстрой и эффективной химиотерапии, поскольку другой вариант лечения при прогрессировании, вероятно, будет невозможен. Также мы обращаем внимание на понятие гормонорезистентности. Мы различаем первичную гормонорезистентность, она же гормонорефрактерность, под которой понимаем прогрессирование люминального рака молочной железы у пациенток начальных стадий в течение первых двух лет адювантной эндокринотерапии. Кроме того, первичной гормонорезистентностью трактуют прогрессирование заболевания в течение первых шести месяцев эндокринотерапии у больных метастатическим раком молочной железы. Вторичная приобретенная гормонорезистентность – это прогрессирование люминального рака молочной железы у пациенток с начальными стадиями на фоне проводимой адювантной эндокринотерапии после двух лет от нее начала, а также в течение первого года после ее окончания. Кроме того, золотые стандарты акцентируют внимание, что первичная гормонорезистентность трактует прогрессирование заболеваний у больных метастатическим люминальным раком молочной железы в срок более шести месяцев от начала эндокринотерапии. Кроме того, у больных с гормонорезистентностью требуется смена режима эндокринотерапии. Также озвучены и отмечены в рамках золотого стандарта критерии менопаузы, на которые, конечно же, нужно обращать. И мы еще раз подчеркиваем, что критериями менопаузы являются билатеральная афорактомия, возраст старше шести-десяти лет, у пациенток молодше шести-десяти лет и аминорея двенадцати месяцев, и более месяцев при отсутствии химиотерапии. Но у женщин в преминопаузе, получающих химиотерапию, сама по семье аминорея не является индикатором функции яичников. И здесь важно определение фолликула, постменамбузальные уровни фолликула, стимулирующего гормона и эстрадиола. И Руслан Маликович попросил в связи с частыми вопросами наших онкологов все-таки определить место теремифена и его значимость для назначения в лечении пациентов как ранними стадиями, так и продвинутыми стадиями. Да, мы имеем в настоящий момент селективный модулятор эстрогеновых рецепторов, и теремифен по праву считается, если так можно сказать, в каком-то степени он идеален, идеальный серм. И это связано с тем, что с более благоприятным прогностическим профилем, потому что мы понимаем, что одевантная терапия – это дополнительный метод условно-хирургическому лечению, который является основным методом. И та группа пациентов, которая нуждается в лечении, а всех остальных мы перелечиваем, мы понимаем, что то лечение, которое мы проводим, должно быть все-таки в меньшей мере токсичным, чтобы не влияло на отсроченные результаты. И сравнительная характеристика теремифены и томоксифены в этом исследовании на заре еще совсем моей юности, когда я в 93-м году пришла в ординатуру в МИДС Петрова, это исследование тогда было актуально, изучалась активность теремифена моим учителем Михалычем Гершиновичем, и было показано, что при метастатическом раке молочной железы, а в целом это данные по трем крупным исследованиям, при метастатическом раке молочной железы эффективность теремифена и томоксифена сопоставима. При большом анализе, когда посмотрели отношения рисков Хаза-Рейча по отношению как теремифена, так и томоксифена, то оказалось, что да, если мы посмотрим, что все вот эти крылышки и отношения рисков было в сторону лучше, чем у теремифена. Теремифен лучше, потому что меньше времени до достижения полного эффекта, более быстро наступает полный эффект, выше частота объективного ответа, выше частота клинического ответа, выше выживаемость без прогрессирования, также выше длительность эффекта, но при этом, конечно, есть доза зависимости для теремифена. Чем выше эффективность, тем выше доза, тем будет выше эффективность, но это сопряжено также с нарастанием и токсичности для теремифена. Но вот если мы даже посмотрим, у больных эстроген позитивным раком молочной железы, то, что касается вот этих крылышков в отношении теремифена, то, например, статистически значимое здесь оказалось, например, вот в исследовании отношение рисков составило 0,76, хаза речи, то есть это 100 отнимаем 76, это 23% снижается выживаемость, то есть снижается риск прогрессирования. И таким образом теремифен обладает анти... Кроме того, что он сопоставим по эффективности, он обладает антиатерогенными свойствами за счёт улучшения липопротеинового профиля, связанного с повышением риска развития ишемической болезни по отношению к теремифенам. Потому что как? Это всем хорошо известно, что основная причина смерти в общей популяции нашего населения являются сердечно-сосудистые осложнения. Поэтому более благоприятные изменения липидного профиля крайне важны для назначения адювантной терапии и метастатической терапии, и это есть у теремифена. Также, например, в исследованиях по адювантной терапии, в регистрационном удостоверении по-прежнему мы имеем регистрацию теремифена только при метастатическом раке молочной железы. Тем не менее, у нас есть пул пациентов, которые нуждаются в менее токсичном лечении адювантной терапии. Так вот, в исследованиях адювантной терапии было показано, что адювантная терапия снижает риски инсульта в 5 раз, тромбоэмболии в 2 раза и тромбоза глубоких вен практически в 2 раза. И также не менее важно гепатотропная функция, гепатотоксичность. И печень – это уникальный орган, который обладает возможностью восстановления. Но тем не менее, есть препараты, которые достаточно глубоко наносят непоправимый вред в виде жирового гепатоза. Так вот, здесь мы отмечаем, что проявления, связанные с перерождением печени, были менее выражены для теремифена. И также есть более благоприятный профиль, как в отношении снижения риска пролиферации эндометрия, офтальмологических проблем, ну и, соответственно, долгосрочное прекращение лечения, риск меньше был на группе теремифена. Более того, с чем мы ещё сталкиваемся, наши пациенты, на дивантное лечение? Это, конечно же, развитие разрежения костной ткани в виде остеопении или остеопороза. И сам по себе патологический перелом, который развивается достаточно часто на гормональной терапии, может привести к необратимым изменениям. И здесь это можно избежать в ряде случаев. И здесь на теремифене более мягкий профиль в отношении воздействия на костную ткань. Поэтому, если посмотреть на вот такую диаграмму, на такое графическое изображение эффективности и безопасности тамоксифена и теремифена в отношении воздействия на свёртываемость крови, на минеральную плотность ткани, на состояние эндометрии, то теремифен обладает большим профилем, благоприятным в отношении снижения риска эндометрии. Хороший прогноз для пациенток с сосудистыми рисками, профилактика потери минеральной плотности. Поэтому в настоящий момент это является терапией выбора, если есть показания к назначению теремифена. И самое важное, что у нас есть инструмент для назначения этого препарата. Теремифен как в монорежиме, так и в комбинации с таргертной терапией и гормонотерапией обозначен в группировщике клинико-статистических групп на этот настоящий год. Ну и буквально несколько слов о люминальном метастатическом раке молочной железы в отношении назначения ингибиторов циклинозависимых киназ. Почему на это я удивляю внимание? Потому что сейчас всё больше и жёстче обращают внимание, что в первой линии обязательно назначение гормонотерапии в комбинации с ингибиторами ароматаз, потому что тот, извините за гормонотерапию, как с фулвистрантом, так и ингибиторами ароматаза, потому что тот большой метааналь с включением сведений о 140 клинических исследований, порядка 50 тысяч пациентов показал, что в первой и во второй линии комбинация гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых киназ лучше, чем любой режим химиотерапии. Об этом надо помнить. И в настоящий момент у нас есть три ингибитора циклинозависимых киназ, полубоциклип и рибоциклип включён в золотой стандарт, а бембоциклип пока рассматривается, да, и вот туда включение. Включайте, Татьяна Юрьевна. Я поэтому хотела и обратить внимание, мы же движущиеся такой инструменты. Пожалуйста, авиалетные ссылки присылайте. На которые мы реагируем, потому что есть доказательная база, я поэтому обращаю внимание, то, что живое, то, что требует измениться, поэтому я вот и выношу на ваш суд общественности и уважаемых экспертов, что у нас появился новый препарат обемоциклип, который интенсивно предлеченных пациентов может назначаться в монорежиме, и также это препарат, и самое главное, что все три препарата показали улучшение общей выживаемости по сравнению с монорежимом, когда мы комбинируем ингибиторы циклинозависимых киназ с гормонотерапией в отношении общей выживаемости, что на самом деле интересно, почему я хочу, обращая внимание на ингибиторы циклинозависимых киназ, недаром в 2000 году на заре 21 века была вручена Нобелевская премия за контроль над клеточным циклом, что у каждой киназа есть свой циклин, и у нас есть клеточный цикл, который четко контролируется каждым вот этим комплексом циклины и киназы, и на самом деле что происходит, что связывание циклинозависимых киназ с циклинами D-типа приводит к фосфолирированию белка ретинобластомы и переходу клеточного цикла из фазы G1 раннего роста в фазу S репликации. А вот избирательное воздействие ингибиторов циклинозависимых киназ позволит, приводит к остановке клеточного корреста у клеточного цикла в фазе раннего роста, и не происходит репликация. На самом деле в развитии опухоли принимают многие гены, их порядка 621, но только 64 онкогена, что составляет 10,3, отвечают за контроль клеточного цикла. И здесь, конечно же, огромное значение имеет так называемый сигнальный ретинобластомный путь, и циклинозависимые киназы 4,6 играют здесь не менее важное значение. Вот так вот образно посмотреть, что действительно для каждой киназы есть свой циклин, и посмотрите, каждая клетка, независимо, где бы она находилась в нашем организме, она направлена на то, чтобы контролировать распределение хромосом, постоянное веретение деления, проверка на деление повреждений ДНК, правление на наличие ошибок при репликации ДНК, завершена ли репликация. Вот на каждом этапе есть своя циклинозависимая киназа, вот этот комплекс циклинозависимой киназы для нас самое большое значение имеет комплекс циклинозависимой киназы с циклином Д1, Д2, Д3, потому что здесь вот на этих сигнальных путях на циклина Д замыкаются все процессы регуляции и дисрегуляции клеточного цикла. Вот так вот выглядит образно остановка арест клеточного цикла при взаимодействии полбоциклиба-репоциклиба с комплексом циклинозависимых киназ и в районе ретинобластомного пути, потому что именно здесь блокируется фосфолирирование белка ретинобластомы. Огромные сигнальные пути, посмотрите, но здесь самое важное значение, вот в остановке клеточного цикла в точке R1, фаза G1, имеет значение путь циклинозависимой киназы 4-6 в точке взаимодействия с ретинобластом. И, к сожалению, указка не показывает то, что я хотела сказать. И самое важное, мы собрали всю доказательную базу по всем трём ингибиторам циклинозависимых киназ, как это в первой линии, пусть это не прямое сравнение, но здесь чётко отмечена выигрыш в медиане выживаемости без прогрессирования, а также отмечена выигрыш у пациенток в первой и последующей линии при назначении комбинации гормонотерапии вместе с таргерстной терапией в отношении показателей медианы общей выживаемости. Но мы должны помнить, когда вот задают вопрос, какой же из трёх ингибиторов циклинозависимых киназ назначить в первой линии, мы, конечно же, должны определяться профилем токсичности. Для палбоциклиба, прежде всего, у нас есть гематологическая токсичность, и пациенты с отягощённым гематологической токсичностью в анамнезе, мы должны об этом задуматься. На рибоциклибе есть кардиотоксичность, гепатотоксичность, поэтому об этом тоже надо помнить. Она, соответственно, при назначении обемоциклиба, есть токсичность в отношении желудочно-кишечного тракта, диарея, поэтому если компрометирован кишечник, то тоже для обемоциклиба есть свои ограничения. И вот, собственно, буквально мне осталось полторы минуты исследования Монарх-1, которое легло в основу регистрации обемоциклиба в монорежиме, и два других исследования Монарх-2, где обемоциклиб назначался в комбинации с фулвистрантом, и второе исследование Монарх-3, здесь обемоциклиб назначался с ингибиторами ароматазы только в первой линии, в отличие от другого исследования, где пациенты получали гормонотерапию как преминопаузальной, так и постменопаузальной. В исследовании Монарх-3 это только были постменопаузальные больные. Но вот что самое интересное, почему мы в самом начале с Роланом Маликовичем обращали внимание на резистентность? Потому что именно пациенты, которые получают в первой линии комбинацию гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых киназ, выигрывают в отношении выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости, в отношении как первичной резистентности, так и вторичной резистентности. Посмотрите, отношение рисков при комбинации обемоциклиба с гормонотерапией составляет 0,68, то есть на 32% снижается риск смерти. А то же самое, если есть метастазы в печени, опять-таки отношение рисков хаза речи составляет 0,67, это на 33% снижается риск смерти у пациентов крайне неблагоприятной подгруппы. Но не только пациент, данная комбинация ингибиторов циклинозависимых киназ, в данном случае обемоциклиба, работает с гормонотерапией, она и работает при метастазах в кости, при благоприятном прогнозе. Не нужно означать только гормонотерапию, мотивируя, что это благоприятная подгруппа. Те пациенты, которые получат комбинацию, они проживут дольше даже при комбинации. Поэтому в настоящий момент мы получили значимую возможность регуляции. И самое важное, посмотрите, удлиняется время до назначения химиотерапии с 22 месяцев до 50 месяцев, когда мы в первой линии назначаем гормонотерапию с ингибиторами роматаза, мы увеличиваем время до назначения химиотерапии. Поэтому в настоящий момент, если мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили, таремифенусом поставим по профилю эффективности, отличаются лучшей переносимостью и безопасностью. В настоящий момент комбинация гормонотерапии на основе ингибиторов циклинозависимых киназ, полбоциклиб, рибоциклиб и обемоциклиб – основная опция в лечении гормона позитивного рака молочной железы. Мы имеем установленный и изученный профиль безопасности ингибиторов циклинозависимых киназ, обемоциклиб – единственный ингибитор CDK-4,6, одобренный к применению монотерапии интенсивно предлеченных больных гормонопозитивным раком молочной железы. Надеюсь, что это найдет отражение в золотом стандарте. И комбинированная гормонотерапия – это увеличение продолжительности жизни и качества жизни больных. Я благодарю за внимание. Я постаралась на той первой схеме отразить все настоящие опции, которые есть в настоящий момент в лечении рака молочной железы. Продолжение следует...